Нижейко Валерий, как фамилия? Нижейко Валерий. Нижейко? Да, Валерий. Ни? Ни Жейко. Все, поехали. Как? Ну, центр попал в этот центр случайно. Я давно думал об этом центре много случаев, но он не мог никак. Кривого рога ты, да? Да, связался, не мог никак связаться. А буквально вот вчера проходил и встретили меня братья. Здесь два дня, да, всего? Да. Второй день здесь? И три человека чисто разъяснили, объяснили, как спросили, хочу ли я встать на это. Пьяный был, прежий был, нет? Ты как раз шел с ганделлой-то. Пьяный, да? Да. Ну и как ты согласился пьяный ехать? Ну как, я не знаю, я был выпивший. Ну как они тебя уговорили ехать? Только, если честно, начал день. А так бы продолжался у меня. Напился до концерна. То есть с утра, да? Да. Это просто с утра дошло, что в ганделл, в водке, пиво. На ночи за окном. Ты пухой и поехал? Ну как бы. Но ты сразу в этот жире не поехал? Да, вот я с ними пообщался и решил твердо, что... Блин, красавцы, а ну скажи их имена. Видишь, молодцы. Это просто... Это же редко, чтобы так вот... Это просто попался случай, я давно мечтал об этом. Имена этих ребят скажи. Пусть имена... Запомнилась? Имена я помню. Фамилия я... Ну имена хотя бы, с кривого рога, да? Да. Ну вот кто там? Леша. Леша. Андрей. Привет ему передать. Андрей. Андрюха, привет. Потом Шаня тоже ему привет. Вот не помню, не буду врать от текста твоего имена. Ну не важно, они там уже разберутся, да. Молодцы, ребята. Нормально объясняли мне, что я. Почему Николаев? Ты же сам выбрал Николаева или как? Николаев? Да. Ну как они объяснили мне? Ну почему именно Николаев? Почему? И они тебе порекомендовали Николаева или ты сам захотел? Они говорят, или в Днепропетровске, или в Николаевне. Ну в Днепропетровске много там друзей, я думаю, тоже. Соблазны. А в Николаеве я никого не знаю, первый раз Николаеву. Сюда подальше. Хуже его. Подальше от шутблазного. Ну давай, впечатление свое. Вот впечатление первое, вот честно вам говорю, вот как я сюда попал первое, впечатление вам. Наша шутбанку раскрывала, вы знаете, это паспортно. Чуть тише, тише. Чуть тише, сделай, Вай. Я думал, буду тяжело курить на сетю, это просто курение, вот честно. Я сейчас сегодня провел целый день, с ребятами поддержку мне дали, в теннис поиграли. Вот я буквально о шеолете, фото-пакете не думал, вообще ничего. Вот не знаю, я даже удивляюсь сам себе, как оно так. И мне водки нечего, когда он ушел своими мыслями. Нет, ну я так понимаю, у тебя большое желание есть бросить. Большое желание. Обновное желание. Да, и засыпился чисто. Тебе 48 лет, да? Да, 48 лет. 5 мая буквально, 48 лет. Ты понял, что еще так год два и сдохнешь? А? Если честно, я уже в этом прощался. Это честно. Что так? Ну что, разочароваться в жизни. Не знаю, почему оно так. Тут навіть не читати, а дивитися треба. Это у нас план переезда в Верховный. Странно сформулировать. В смысле, хотел уже на себя наложить руки или как? Были такие моменты. Депутаты на Канаре уже и так. Сам себе был, да, в такой степени. Сам себе был. Не на Канаре. Ну немножко о себе расскажи, да, дальше. Ну о себе. Ну я только-только, что ты с Кривого Рога, я больше ничего не знаю. Ну вы же не знаете, я даже не знаю. Вы женат, не женат. Жена тогда, женой я не разведен, мы не живем с ней. Бросила тебя, да? Ну мы с алкоголиком, что езжи. Конечно. Будрая женщина. Не стала тебя воспитывать, да? Халя, девочка, тише. Лучше музыку какую-нибудь найди. Логично. Брат у тебя бизнесмен, да? Ну брат нормальный человек, брат. Тоже уже опустил. Как говорят, в семье не без рода. Тоже уже руки опустил, да? Ну на брата рассчитываете еще, но это не выход. В моих годах это на кого-то рассчитываете. Ваня, мне Рома обещал такую футболку. Ваня. Дай, раз обещал, вручи торжественно. Пока не забыл. Таня, снимай с себя. С себя, Таня, снимай. Так, поехали, давай. Так, значит, разочаровался в жизни и уже понял. Не, ну что-то мне переновато. За два дня прямо все решил. Я это об этом... Вот ты готов просто к пылку. У меня много приятелей, которые вышли в реабилитационные центры. И уже их подолгу нет. Именно по этой схеме? Или они же разные есть в реабилитационные центры? Ну, вот буквально сюда, когда ехал на автобусе, я встретил в этом. Или ты их не отличаешь? Ну я их тоже, в принципе, не различаю. Ну, от церкви в реабилитационном центре. Ну, от церкви в реабилитационном центре. Вот, коробок, как это называется, вполне нормально. Он уже служителем-то объяснил. Ну, ты же знаешь, что тут хочешь молить, хочешь не молить. Тут как бы... Голову вычеркнул всю отрицательную вот эту... Ты же помнишь, да, что здесь хочешь молить, хочешь не молить. Распорядок дня соблюдаешь и все. Все правы. Да... Не знаю, вот первое впечатление какое у нас. Я смотрю, тут нормальные ребята, они поддерживают. Если тяжело, то... Да я думаю, ты скоро сам будешь тут всех поддерживать. Буду поддерживать, да. Ты же уже взрослый мужчина. Ты же уже видал, перевидал в своей жизни, мама дорогая. А был на самом дне? Ну так, и судимости у меня были, и все дела. По каким путям? Тяжелый, кстати, грабеж. В России есть. Судистом? Нет, вооруженный грабеж. В Истонии. Сколько сидел? Сложности, в общем, 10 лет у меня сидел. Ну, или есть, что вспомнить. Какие воспоминания? Афган. Афган. Давай выше Афган. Давай Тюрьму не будем вспоминать, давай Афган вспомним. Афган. Да, Афган. Если честно сказать, Афган это нормальные годы были. Тоже наркотик там был, сталкивался с наркотиком. Но когда я после армии пришел, после Афгана я... А как вот завязал после армии? Я не знаю, оно как отшибло, или вот... Там же ты был чисто в системе, да? Там же постоянно, там же... Ну как, анашу курил. Ну анашу, что это не наркотик. Афганская анаша, ничего себе. Да, она сильно. А вот героин пробовал разогласы. А вот в части, ну, вроде, во взводе-то, много не курило? Не курило? Да. Ну как, пробовали все. Даже не курящие пробовали. Анаши, да? Ну а так, ну... А вот так в системе многие были? Половина была. В системе вот так постоянно, да? Да, вот анашу постоянно. Колодца нет, а анашу поставили. Ну а колодца как бы не все кололись, да? Ну как, у нас не кололись, у нас, в принципе, героин курил. Он на фольгу сыпешь, и... Ну какая разница? Разницы нет никакой. Ну да, зависимость одна и та же. Зависимость одна и та же. А где служил в Алгане? В Алгане, в Алгане, в Шинданде полтора года, а потом в Панчарь переправили. Это ты участник боевых действий? У тебя есть Ксива, наверное? Два с половиной года. В военном билете у меня стоит участник. Войны, льготный билет. Ты как участник войны должен пользоваться всеми льготами? Никакими льготами. Почему? Ну как, я в Россию езжал, потом с России приехал, я забыто. Так восстанови, да? Просто не стремился восстановить. Так восстанови, давай я тебе помогу восстановить. Восстановить, в принципе, можно. Это же делается, восстанавливается. Пишутся запросы, наверное, да? Ну, если восстанавливать, это долго. Ну, а куда ты спешишь? Ну, военкомате там отвечу. Я же понял, ты сейчас понимаешь, что ты второй раз родился, да? Ты это осознаешь сейчас? Осознаю, да. Что ты второй раз просто родился. Осознаю. Вообще в другом городе. В другом. Осознавите. Ну так восстанови, они тебе пригодятся. Вон, через 12 лет пенсия. Да? Через 12 лет. Ну и в 60 лет пенсия. Я думаю, неплохо было. Пригодятся. А ты еще и документы все потерял, да? У тебя документы до чего нет? Да, потерял. Ну, тоже надо восстановить все документы. Сознаю, ты документы можешь. Ты же все восстанавливается. Это тоже современно. И брат поможет. Я не знаю, он тоже... Привет, передавай ему брату. Как его зовут? Брат, привет. Не управляйся, что я здесь. О, ребят скажешь. А что, он не знает, что ли? Нет. Он даже не знает, где ты? Нет. Пропал и пропал, да? Ну, вчера уехал, в принципе. И не сказал, да? Не говорил никому. Надо позвонить. Ну, они, наверное, и перегрестились там. Пропал и пропал. Устали? Устали от тебя? А, они отдельно жили с тобой? Они отдельно. Они еще не вместе с тобой. Ну, да. Они переживают за меня. Как сестра, так и брат они переживают. Ну, а жилье где ты жил там? И снимал картину. А, просто снимал. Ну, как бы так. Полу-бомжевал, да? Своего жилья нет? Да, вот это снимал. 400 гривен в месяц платил. Ну, да, каждый месяц надо... А покушать каждый день? На все надо... Ну, как? На покушать, на все это находил деньги. На вот... Ну, да. Ну, передавай брату, сестре, передавай привет, чтобы они не волновались. Брат, привет, он огромный. Я даже и не знаю. Не переживайте, все нормально будет. Пришел, просто хочу стать на ноги, устал от этой жизни. Хочу попробовать сам себя. Ты знаешь, что я был последний года. Ладно, привет, я. Зови его через месячешку в гости, а я приезжаю. Через месячешку приезжай, Серёва посмотрит. И скажи, главное, что ты абсолютно добровольно, ты можешь любую минуту отсюда выйти и идти куда хочешь. Ну, нету желания. Нету, да? Наоборот, чтобы не выехали. У меня просто часть желания встать на ноги, чтобы нормально все. Нормально, чтобы нормальные, избивленные глаза, как уголовок нашли. Честно устал от этой жизни. Лешик, ну у тебя все нормально, с головой еще все нормально. Нормальный человек. Ты же абсолютно нормальный. Вот так тебя на улице встретишь и в жизни не сказал, что ты так, как тебя. Просто как-то уважение еще к себе есть, осталось уважение к себе. То есть я не хочу падать ниже плена. А кто ты по профессии? Ну, как, официально профессия у меня вот. Ну, сколько профессий есть неофициальных, что умеешь делать? Ну, много что делаю. И резчик, и постройки, и евроремонты делаю. Ну, специальности. Ну, ну, так найдешь себя тут. За жизнь научился. Найдешь. Руководящие способности присутствуют? В армии кем было? В армии Рядовой. Не дослужился хоть до Ефрейтера? Ну, как? Или на Дембельдале? Ну, я просто, ну, как в армии, когда понятия были такие, отлично отказался. Я говорю, пущите мне Рядовой, не надо мне Ефрейтера. Ну, как, а должность была Ефрейтера. Просто я хочу тебе пожелать дорасти тут руководящих должностей. Ты видишь, что у них тут быстро руководящие должности? Молодые пацаны, а уже какую ответственность на них? Не, ребята молодцы. Молодые пацаны, ты видишь? Текучка кадров тут достаточно такая, мощная текучка кадров. Ну, будем надеяться, что он тебя будет... Да. Удачи тебе, Валерич. М-м. Не, в каждом городе хватает. Кривой Рог, какая у вас ситуация в Кривом Роге? Кривой Рог, это... Правильно сказал? В Кривом Роге или в Кривом Роге? Кривой Рог, как Батька Макнон, скажет, скажет, еду, скажет, а что за село такое здоровое? Это все, что я скрыл грех, мы будем на задихать, я же выровняю ее. Хорошо сказал. Много там, кто нуждается в этом. Просто там тоже надо толщик такой-нибудь, пообщаться с... Много тоже, кто хочет выбраться с этого болота. Не знаю, как зацепиться, не знаю. Вот помедленнее. Многие, которые хотят... Многие хотят, да. ...выбраться с этого болота. Хорошо ты сказал. Они не все знают, что такое возможно. Кажется, что уже все. Просто решиться самому собрать себя смесленную... ...а лучшим. Просто подумать, что... Неужели ты такой ниже всех? И вот и так. Смотрим, все нормальные семьи, все нормально ведут. А ты ходишь, вот опущенные сопли распустил. Сам себе противен, просто-напросто. Сам себе противен. Ну, а брат, пытался тебя как-то спасти? Брат, брат, сестра, видишь, у тебя же нормальная семья. А родители живы еще, нет? А родители нет. Родители похоронили давно уже. Ты приложил свои к этому ручонки, нет? Ну, издевался над родителями или нет? Отец умер, когда еще маленький был, а мама умерла в 90-х годах. Ну, как, тоже кровью попил, судимости вот эти. Не без этого, конечно. А что судимости? Сидишь себе и сидишь. Он любил очень сильно, любил мать. А нет, ну сидел себе и сидел. Имеется в виду... Не, ну ты ж... С нервами тоже тянулся. Стреляет. Так получилось, что... Сейчас остались брат и сестра. Брат и сестра. Да. Сестра сильно переживает. Стреляет. Хороший человек. Стреляет. Спасибо.